Доброе утро, страна! Знаете, вот каждый человек время от времени переедает. Сидя за праздничным столом, возможно, ходясь где-то на дне рождения, за ужином, за обедом и так далее. Но есть такая категория людей, которые постоянно хотят кушать, им постоянно нужно чем-нибудь подкрепиться. И, пожалуй, очень часто вот такая пищевая зависимость перерастает в полноценную болезнь. Вот, собственно, об этом мы с вами сегодня будем разговаривать с ведущим специалистом Медицинского центра снижения веса, автором книг и статей по правильному питанию и здоровому образу жизни Марты Мородовой. Марта, доброе утро! Доброе утро, Вера! Как называется болезнь эта? Это же болезнь? Конечно, компульсивное переедание. Это достаточно распространенное заболевание. В популяции около 5% людей страдают этим заболеванием и около 20% людей, которые хотят похудеть. Слушайте, ну правильно ли, что люди только с избыточным весом страдают от этой болезни? Нет, не только. Конечно же, это начинается совершенно с обычного нормального веса. Например, приходит девушка в 100 кг к диетологу хочет похудеть и приносит свою фотографию годичной давности, где она весит 50 кг. И при том запрос такой, я хочу похудеть. Нормальный запрос, прекрасный, но мы смотрим о том, что человек еще буквально короткое время назад весил мало. Спрашивается, где он был в ночь с 50 на 100 кг, и почему так произошло. Вот это нужно решать. А кто чаще всего подвержен? Женщины, мужчины или какого вообще возраста люди? Может, подростки, когда у них диеты какие-то, вот они придерживаются? Здесь больше, конечно же, любые пищевые расстройства – это женская ситуация. Нужно понимать, что компульсивное переедание – это не просто еда все время, это постоянная борьба с пищей, зацикленность на чем-то. То есть человек в течение дня примерно питается, ну, например, на ночь объедается тортами, при этом испытывая чувство вины, недовольство с собой, отвращение к себе. То есть это серьезное заболевание. А мы можем поставить это заболевание в один ряд, например, с булемией? Конечно, конечно. Это такое же пищевое расстройство, как булемия, как анорексия, да, там, как синдром ночной еды. И нужно понимать, что это не только диетологическая проблема. Когда человек такой приходит на прием, здесь нужно правильно диагностировать и отправить, что называется, по адресу, в частности, к врачу-психотерапевту. И в нашей стране уже есть такие специалисты, которые помогают вылечить это заболевание. А самостоятельно никак вообще? К сожалению, невозможно. То есть справиться с собой нет, да? Как кариес, да. Бесполезно человека, там, ругать, взывать к его совести, к здравому смыслу, перестань есть, там, и так далее. Литература, может быть, есть какая-то, которую мы можем почитать. Конечно, есть, но именно по психологии. Это бесполезно, потому что, повторюсь, это как кариес. Пока человек не пойдет к стоматологу и не вылечит, самоизлечение не произойдет, к сожалению. То есть я так понимаю, что в купе должны работать и диетолог, и психотерапевт. А какое питание в таком случае должно быть человеку, который вот становится на пути исцеления? Конечно, максимально правильным, да. То есть это одна ситуация. С другой стороны, такие люди категорически не приемлют ограничительного поведения. То есть если человек пытается самостоятельно справиться с такой болезнью, то диета здесь столько усугубляет ситуацию. Поэтому как, например, можно самостоятельно понять, имеется у меня компульсивное передание или нет? Вот я только хотела узнать. Скажи, есть признаки? Есть признаки, да. Пять признаков основных. Например, есть несколько вопросов, которые можно себе задать, и, ответив на них да или нет, понять, нужно ли обращаться за помощью. Например, чувствую ли я чувство вины после того, как поем много, неконтролируемого количества пищи. А чувство вины есть, да, всегда? Есть, чувство вины, да. Чувство, например, заедаю ли я стресс постоянно чем-то. То есть я поела, расстроился, и еще и этот момент иду опять заедать. Иду заедать. Какой-то замкнутый круг. Ем ли я в тайне, чувствую ли я, что это проблема, но не могу с ней справиться, она для меня проходит бесконтрольно. То есть, ну, это такие вопросы, которые нужно задать. Если большинство ответов да, то, конечно, обращаться за помощью нужно. А как установить контроль вот над этим пищевым перееданием? Может быть, в самом начале, просто чтобы вот... Я понимаю, что многие никогда не задаются этим вопросом, правда? Мы начинаем кушать, и как-то так там заел, там заел, там. А как словить этот момент? Словить момент, когда мы начинаем не узнавать себя в зеркале. Когда мы видим, что мы меняем размер одежды на один, два, три, четыре и больше размеров, да. Потому что, действительно, в моей практике были случаи, что называется антирекорд, когда человек 80 килограмм за год набрал с таким диагнозом, да. Как такое возможно? Как такое возможно? То есть это человек не может не видеть, да, то есть просто потому, что он не может справиться. Поэтому, конечно, не нужно ждать, когда ты наберешь 50-80 килограмм, нужно вовремя обратиться к врачу-психотерапевту, это достаточно хорошо лечится. А мода влияет сейчас на это? Потому что ведь очень многие посылы идут извне, да, из социальных сетей, везде какие-то здоровые образы жизни, мы сбиваем из себя с толку постоянно. То надо 5 раз кушать, то надо 10 раз кушать, то еще что-то. Это влияет все? Ну, конечно, влияет, все это влияет, но в меньшей степени. Если мы говорим конкретно о компульсивном переедании, то здесь больше влияет, что называется, голова человека, да. Его стрессы, депрессия, бессонница, тревога – это те чувства, которые идут абсолютно рядом рука об руку с компульсивным перееданием и с набором веса в нем. Поэтому в первую очередь нужно лечить эти диагнозы и, как следствие, уже избыточный вес. А как долго должно длиться это лечение? Потому что я понимаю так, что это не просто пришел к психологу, к диетологу, тебе расписали, да, план питания на месяц, грубо говоря. Это даже не месяц, наверное. Это не месяц, но вообще считается, например, в европейских странах, что не менее 6-7 лет человек должен лечиться. Так долго? Да, да. Это зависимость. Она точно такая же, как алкогольная, как наркотическая. И, к сожалению… В зависимости от еды. Да. Слушайте, ну вот до чего мы дожили с вами на самом деле, ладно? А в рационе в таком случае у нас только вот какие-то правильные продукты должны быть, да? Какие-то, которые спортсмены, наверное, используют. Ну, конечно, максимально мы должны оптимизировать рацион, при том, повторюсь, что ограничительное поведение для таких людей крайне не показано. Поэтому человек объедается тортами и может их съесть 3 киевских торта в день. То пусть он их ест, но только там один маленький кусочек в день, чтобы понимать, что не всё, что он любит, у него забирает. Но вот если мы поделим сейчас, вот у нас есть 100%, да, психологическая помощь и помощь диетолога, то всё-таки помощь диетолога сколько процентов занимает из сна? Наверное, 5. Ох, ничего себе. Да, всё остальное… Всё остальное – это лечение с врачом-психотерапией, к сожалению. К сожалению, здесь нужно вовремя диагностировать. Повторюсь, когда человек приходит с запросом «я хочу похудеть», вроде хороший запрос, да, прекрасно, давайте снизить. Ну, мы все задаёмся, по-моему, таким вопросом. Все задаёмся этим рано или поздно этим вопросом, девушки, мужчины, там, неважно. Но когда начинаешь разбираться и понимать, что всё-таки здесь не в диетологии дело, важно правильно отправить человека к нужному узкому специалисту. Марта, у вас есть возможность, вот ваш личный призыв, честное слово, отправить нашим телезрителям, чтобы каким-то образом избежать этой болезни всем нам? Ну, конечно же, не нужно бояться, да. То есть первое, что происходит с человеком, он закрывается, боится, он стыдится, он начинает есть втайне, ещё больше загоняя в себя какие-то рамки стресса и компульсивного переедания. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас есть такая ситуация, в зависимости от сладкого, очень сильная, при этом с набором веса, с качкообразным, и если при этом всё в порядке с гормональным фоном, и это не связано с какими-то побочными диагнозами, нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Ох, спасибо большое, друзья. Вот видите, всё на самом деле не так просто, так что если вы хотите кушать постоянно, причём это уже, по-моему, первый повод задуматься о том, а не болезнь ли у нас, о которой мы сегодня говорим. А говорили мы с вами как раз-таки сегодня о компульсивном переедании. У нас в гостях был специалист Марта Марудова. Март, спасибо огромное за то, что сегодня были у нас здесь. Вот приятно разговаривать с человеком, особенно когда он может легко развеять все мифы наши и все какие-то убеждения относительно здорового питания и правильного питания. Друзья, ну а теперь небольшая терапия для нашей души. Предлагаю послушать стихи. Продолжение следует...